Ребят, всем привет! Вы снова на моем канале про армянский дудук. Это небольшое видео я снова посвящаю тростям и вот какому их аспекту. Скорее всего, вы часто замечали, что когда камыш к вам приходит новый, тем более если вы его приобрели не вместе с дудуком, так что мастер их как-то вместе состыковал, а если вы покупали по отдельности, то иногда камыш приходит и он на вашем дудуке довольно сильно высит. То есть бывают такие отзывы, что камыши высит вообще на полтона у людей. И я знаю, что это действительно может быть так, и это зависит не только от погоды, от разницы климата, но это еще и зависит от того, во-первых, с каким намерением мастер делал этот камыш, а именно, какое он заложил туда игровое отверстие, оптимальное, по его мнению. То есть он же не знал, кому он делает эти трости, кто на них играет и как он на них играет, как он в них дует. То есть мастер уже заложил какое-то понятное для себя размер игрового отверстия и под это он строил. Ну и естественно у него дудук там был выше или ниже, в зависимости от вашего. То есть все дудуки сами знаете разные. То есть вот в этом может быть причина, что ваш камыш сильно высит. Но и не только в этом. И вот об этом именно видео. То, что поначалу очень часто камыши реально высит, и мастер делает это умышленно. А делает он это потому, что знает, что со временем камыш выстроится. То есть он начнет понижать строй. И когда камыш уже будет отработан, это уже третья его стадия, он станет низить. То есть вот этот мой основной камыш, который прослужил мне несколько лет. Самого лучшего материала, который мне попадался. И поэтому я его удерживал до самого последнего момента. До сих пор на нем все еще можно немного играть. Но уже я бы не сказал, что я готов с ним выйти, выступать перед людьми где-то. Потому что он уже довольно сильно скрипит. И за последние буквально несколько месяцев он реально очень сильно упал в строе. Но когда я начинал на нем играть, я помню, когда этот камыш ко мне пришел. То есть я практически не мог на нем играть. Хотя бы потому, что для того, чтобы он не был высоким, мне приходилось очень сильно открывать игровое отверстие. Я терял очень много воздуха и не мог в него нормально дуть, не мог нормально играть. То есть я уставал уже спустя какие-то не то что минуты, а просто секунды какие-то. То есть поиграл 10-15 секунд, фу, все, не могу. Что-то меня заставило этот камыш придержать и, несмотря на мою нетерпеливость, все-таки отдать ему должное и разыгрывать, разыгрывать, разыгрывать его. После этого он мне прослужил верой и правдой и позволил записать альбом, и позволил много-много раз играть перед людьми. Да, но поначалу я вот отлично это помню, что какого же мне труда стоило не высеть на нем. То есть когда действительно надо быть вровень с какими-то другими инструментами, настроенными на 440 Гц, и это была действительно проблема. После этого он, ну это прошло, знаете, не один, не два, не три месяца, это может быть прошло года полтора-два, потому что этот камыш он все-таки из такого плотного материала, который служит реально долго. То есть он разыгрывался очень долго, и потом он пришел в ту норму. Ну и в которой он как бы должен быть, да, не очень большое игровое отверстие. Ну и я, естественно, тоже поднаторел в игре и развил необходимую мускулатуру. Но поначалу было именно так. Поэтому вы, ребят, не пугайтесь, если у вас поначалу камыши вот так вот могут сильно высеть. То есть это, во-первых, от того, что вы просто не можете дуть как мастер в довольно крупную щель, да, вот отверстие. Но еще и потому, что он делает это нарочно, потому что потом начинает камыш со временем низить. И вот сейчас я уже ставлю на нем минус 20 центов для того, чтобы просто получать ноту си на пять пальцев на моем дудурке. Так что вот такие вот три стадии жизни. Это надо понимать. И это открывается только с опытом, со временем. Поначалу это может у вас вызывать реально нетерпение. Потому что ну как так, почему? Ну, поначалу пользуйтесь нитками, потом эти нитки потихонечку начнете снимать через некоторое время. Ну, любой камыш требует времени на то, чтобы его разыграть. Не надейтесь, что у вас сразу будет на нем идеально заложенный в него, как вы видите, звук. То есть, чтобы камыш раскрылся как нужно, нужно его довольно долго эксплуатировать. И причем правильно это делать. Не просто так вот, а бы как. Вот такие вот, ребят, мои примечания. Впервые я, наверное, дотянул камыш до такого, что он реально стал с высокого низким. И я вот на собственном опыте убедился, что вот именно так оно и происходит. Поэтому тем, что мастер делает камыш несколько выше, он просто продлевает его срок службы. Какой-то самый длительный период проходит, когда вот между тем, что он перестал уже так сильно высить, и между тем моментом, как он начнет уже потихонечку начинать низить, вот проходит как раз то время, когда время эксплуатации камыша считается оптимальным, и он на необходимой высоте ноты звучит. Вот такие дела. Занимайтесь, обращайте внимание, обращайте внимание на вот все эти вот мелочи, учитесь в них. Таков ж дудук. Всем пока.